В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Осторожно, балконы, не стой под ними. Карагандинский бизнесмен достал российскую диву славу. Как халтуру не назови, она все равно останется халтурой. Эхо Бесабы звучит в заново отстроенном микрорайоне Шапагат. В нашумевшем в Караганде микрорайоне Бесаба еще полгода назад построили новый жилой комплекс Шапагат и сдали в эксплуатацию. В многоквартирном жилом доме не созданы благоприятные условия для проживания. Так утверждают сами жители восстановленного микрорайона. В непростой проблеме жильцов разбирались наши корреспонденты. В новостройке множество проблем. Они начались еще в апреле этого года. По словам жильцов, с крыши течет вода. Особенно после дождя. В квартирах и подвалах постоянная сырость. Помещение не высыхает. Из-за влажности часто возникают проблемы с проводкой. Люди боятся включать бытовую технику, так как розетки замыкают. Жители дома сетуют на то, что по трое-четверо суток оставались без света. Условий для комфортного проживания здесь нет. Из-за того, что ливневка у нас не работает, забилась ливневка и вся вода затопила квартиры, электрические счетчики. Боимся подойти к счетчику, то, что может убить током. Это первая проблема. Вторая проблема – подвал у нас заливает подвал. Вот эта вся вода, которая уходит с ливневки, которая выходила, она вся уходит в подвал. В подвал тоже невозможно зайти. Допустим, в случае чего перекрыть кран или еще что-то. Ну, в общем, вот такие вот условия. Жильцов беспокоят не только эти вопросы. Весной талые воды, а в дождь вода заливает все дороги к дому. Кругом сплошная лужа и грязь. Люди с трудом добираются до дороги, а дети и вовсе не могут поиграть во дворе своего дома. Это хорошо лето на дворе. А как будут обстоять дела в холодное время года, даже страшно подумать. Жители просто боятся жить в таких условиях. Человека с инфарктом увезли. Этот умер один, да? Ну, что это такое? Они хотят нас еще и жить, что ли? Чтобы нас не было. И все, и мы не возмущались. За электроэнергию жители дома платят вовремя. Строго по квитанциям. Но, как оказалось, они еще и должны платить за кабель, который изначально не был включен в сметную документацию. О его установке горожане даже и не знали. Мы сегодня расчетный счет взяли, да? Они туда включили три тенге с киловатта. Кабель, который они не включили в смету. Это какое имеют они право? Кто-то просчитался в этой смете, да? А жильцы? Это что, золотой кабель будет? Это кто-то сколько киловатт прожигает, столько и за стоимость кабеля должны платить? Это сколько лет она может? Пока не сдадут этот дом, что ли? Жильцы многоквартирного жилого дома говорят, что неоднократно звонили руководству компании, которая занимается строительством дома. Но все номера, которые были указаны в договоре, не отвечали. На вопросы, почему в заново отстроенном доме такие серьезные проблемы и кто в ответе за них, отвечал начальник отдела строительства города Караганды Шахсилык Шалабеков. Нами были проведены соответствующие судебные процедуры. Было следующее решение суда. Взыскать с ТОО «ТАН» неустойку в размере 10 миллионов тенге, взыскать сумму за досрочное расторжение договора, признать его недобросовестным участникам государственных закупок. Так как строительная организация ТОО «ТАН» не в полной мере выполнил свои обязательства, на смену придет другая компания. Но вопрос об улучшении качества дома пока остается открытым. Буквально на днях мы получим нового поставщика услуг, то есть новую подрядную организацию, которая будет устранять все перечисленные замечания. Все, чего хотят жильцы, это комфортных условий для проживания. Все так просто, но так невыполнимо. Гульнур Жакеннер, Султан Исаев, Бахтяр Успан, 1-й Карагандинский. В Караганде многие дома находятся в аварийном состоянии. Улица Березова была отстроена в 1962 году. Дома требуют срочного ремонта. Жалобы жителей не дают покоя Акимату, но пока они остаются без ответа. По улице Березова дом номер 9 в очень плохом состоянии. Жителям никто не может помочь. В 2012 году у жителей начали падать балконы. Дом в прямом смысле рассыпается. Люди лишний раз стараются не выходить на балкон, а если выходят, то только по одному. Мы боимся выходить на балкон. Прежде чем выйти, смотрим вверх, вниз. Если нет людей, потихоньку выходим. Мы не пользуемся балконом, тут ничего нет. По два человека никогда не выходим, только по одному. Под такими балконами серенады не исполнишь. Еще пару лет, и в доме не останется ни одного места для встреч современных Ромео и Джульетт. Каким последствиям это может привести? Под балконами гуляют дети, да и просто жители проходят. Это может привести к несчастному случаю. А обвинять будут собственника балкона. А на самом деле, чья будет эта вина? Лариса Хусыинова, Эдин Жакан, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Жительница Сарани Елена Сычева попала в рабство. Целый год ее удерживали на зимовке в Актугайском районе. Заставляли работать, избивали, унижали и насиловали. Но однажды Елене удалось сбежать. После года в Актугайских степях Елена полностью ослепла на один глаз и частично потеряла слух. Она рассказывает, что владелец зимовки часто бывал не в духе, а зло срывал на ней. Избивал лопаты и колотил по голове. Мне пришлось скитаться по знакомому на улице зима. Ну, зашла к одной знакомой, у нее сидел некий такой Ергалы, предложил мне работу. Тепло, говорит, хорошо, просто за хозяйством до весны ухаживать. Помоги, говорит, я тебе заплачу. После смерти мужа Елена осталась без жилья и без средств к существованию. Однажды в гостях у подруги встретила человека по имени Ергалы. Мужчина предложил работу, бесплатное питание и жилье. Объяснил это тем, что ему до весны нужна помощь по дому. Сначала с Еленой обращались хорошо, кормили, давали работу в помещениях, но потом послали чистить царай, следить за животными. А это полсотни коров, около 600 баранов и еще лошади. Я хочу справедливости, чтобы они действительно ответили перед законом, чтобы они так больше никогда не поступали с людьми. Вскоре Сычеву начали избивать. Она попыталась бежать с подругой. По дороге их подобрал сердобольный водитель. Впоследствии Сычева узнала, что за доброе деяние мужчину сильно избили. Он даже прекратил работать водителем автобуса. Вскоре после побега Елена узнала, что она беременна. На данный момент прокуратура возбудила уголовное дело. То есть дело расследуется, дело не закрыто. И наша организация при поддержке МОМ обеспечила ее социальным пакетом. То есть нами были закуплены продукты питания, затем закуплены детские вещи. То есть необходимая сейчас для рождения ребенка, необходимая одежда для нее, для роддома и на первое время. Возможно, новорожденная малышка первое время будет находиться в доме малютка. Елена в это время будет пытаться встать на ноги и найти работу. Но без помощи ей все же не обойтись. Лариса Хусынова, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Российская певица Слава, которая не смогла вовремя улететь из Караганды в Москву, объявила о своем намерении подать в суд на бизнесмена из Караганды. Им оказался правдоруб Олег Сундуковский. Именно бизнесмен Олег Сундуковский пожаловался на известную российскую исполнительницу бортпроводникам рейса. После этого бортпроводники решили не пускать певицу Славу в самолет, обвинив ее в том, что она нарушала спокойствие и комфорт других пассажиров. Напомним, что после выступления в Темиртау на Дне Металлургов 20 июля ранним утром певицу Славу и ее концертного директора сняли с рейса в Карагандейском аэропорту Сарыарка. Представители авиакомпании, а также Стюартес и бортпроводник заявили, что певица находила состояние наркотического опьянения и не пустили ее в салон самолета. Артистке пришлось пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что певица Слава была в алкогольном, но не в наркотическом опьянении. Олег Сундуковский заметил певицу и ее концертного директора в ВИП-зале, где они пили виски и громко разговаривали. В свое время он отчаянно рубился за правду с газетой «Взгляд» за то, что там было опубликовано народное название торгового комплекса «Ситимол». И этот запал, видимо, сохранился с тех пор. Даже проживая в Италии и привыкнув к европейскому порядку и уважению к человеку, обида за родной город, за его честь, достоинство побудили Олега Сундуковского восстать против славы. Караганда – не богом забытый угол, где славная слава и ей подобные могут творить что угодно. Хоть поет она прекрасно. Аким Карагандинской области, Нурмухамбет Абдебеков ознакомился с работой единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Нурмухамбет Абдебеков ознакомился с работой операторских залов, оперативных дежурных, пульта оповещения, ситуационного зала. Гостям также были представлены помещения для диспетчеров взаимодействующих служб, кабинет специалистов связи и телекоммуникации. Для сотрудников имеются комнаты психологической разгрузки, комнаты отдыха и приема пищи. В одном из операторских залов сотрудниками ТОО «Паутина-9» в режиме реального времени ведется круглосуточное видеонаблюдение. Сейчас на данный момент переходим к второй фазе реализации. Это реализация аналитики. Соответственно, детекция лица, детекция дыма и огня. И устанавливаем камеры в школах. В этом году будет установлена 441 камера в образовательных учреждениях с применением видеоаналитики. Операторский зал единой дежурной диспетчерской службы осуществляет прием сообщения по линиям 112. Карагандинская область является одним из первых основателей номера 112. В зависимости от характера сообщения производится направление требуемых сил и средств к месту вызова. При закрытии автодорог население информируется СМС-сообщением. Область в целом распределена на четыре основные зоны. По Караганде непосредственно по номеру 112 прием осуществляется здесь, в этом здании. Также прием осуществляется в городах Жасказган, Тимиртал и Балхаш. После ознакомления с работой помещения в ситуационном зале прошло совещание по дальнейшему развитию данной службы. Начальник ДЧС области выступил с предложением перехода на единый номер экстренного вызова на примере американского аналога 9.1.1. Единая служба создана для уменьшения времени реагирования всех органов управления при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций. Ануар Сидрахим, Нурсултан Исаев, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Хочу услышать от вас, как работает полиция вашего города. Какие проблемы волнуют вас? Не возбраняются любые вопросы и негативного, и положительного характера. Так начал встречу с жителями Балхаша начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жапаров. Окончательную оценку работе стражей правопорядка может дать только население. Именно поэтому встречам с населением в работе правоохранительных органов отводится очень серьезная роль. Главная задача такого рода общения дать людям исчерпывающую информацию по всему кругу интересующих их вопросов. С отчетом об итогах работы за первое полугодие 2014 года перед земляками выступил начальник местного отдела внутренних дел Олег Цой. Он довел до жителей поселка информацию о криминальной ситуации в городе, рассказал о мерах, предпринимаемых ОВД по стабилизации оперативной обстановки, а также о проведении совместно с общественностью профилактической работы в сфере борьбы с преступностью. Состояние криминальной обстановки в городе в первом полугодии текущего года характеризуется снижением регистрации общего количества преступлений на 30,5%. В том числе снизилось количество тяжких, особо тяжких преступлений. Убийств, разбой, грабежей, крашу жирового имущества, преступлений, совершенных на улицах и общественных местах. Начальник ДВД Кырганинской области отметил, что с помощью местных исполнительных органов в городе появился свой мини-центр оперативного управления. Были установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых удалось значительно снизить уровень преступности, повысить раскрываемость преступлений, в том числе и по горячим следам. Мергенбай Жапаров отметил, что в ближайшее время в Балхаше будут установлены новые камеры видеонаблюдения. С 2015 года было уже принято 4 кодекса закона. С 1 января мы будем с новым кодексом уголовно-прессуальным, административным и уголовно-прессуальным кодексом. На этот мы сейчас готовимся. Ряд поручений дал на коллегии министра внутренних дел. Вопросы, затронутые на встрече, носили разнообразный характер от деятельности участковых инспекторов полиции до проблем социального характера. Граждане не только задавали волнующие их вопросы, но и высказывали свои предложения по разрешению создавшихся проблем. В целом, встреча прошла в откровенном, конструктивном духе и принесла несомненную пользу всем тем, кто на нее пришел. Сергей Высокосов, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Молодежное крыло Жасотан совместно с депутатами городского Маслихата проводит бесплатные консультации для молодежи. Консультативный центр Кинес-Урталыга находится в центральном рынке на втором этаже. Государство дает возможность получить социальные пособия, поучаствовать во многих государственных программах, таких как молодая семья, доступное жилье и другие. Но молодежь, как правило, не знает, куда и к кому обращаться. Данный консультативный центр работает уже в течение года. Нам практически год до в августе исполняется. За это время было проконсультировано более 500 человек. Это простые люди, простые граждане города Караганды, которые проходят по рынку. И вот, зная, видя, что здесь можно получить консультацию, заходят и получают ответы на многие вопросы. Для всей молодежи Караганды открыли консультативный центр. В рамках работы Кинес-Ортологы предусмотрено комплексное осуществление консультационных и коррекционных мероприятий в разъяснении действующих государственных и иных программ для молодежи. Данный центр Кинес-Ортолога, консультативный центр, работает каждый день с понедельника по субботу. В рамках этого проекта мы предоставляем бесплатные консультации для молодежи. Также предусмотрена индивидуальная консультативная помощь молодежи юридического аспекта. Психологическая помощь молодежи для преодоления карьерных барьеров. Активная консультативная помощь в поиске и подборе свободных мест, профессиональном обучении и переподготовке. Лариса Хусыинова, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Бюро несчастных случаев Департамента внутренних дел Карагандинской области функционирует с марта 2007 года. Оно помогает гражданам в обнаружении и поиске пропавших родственников и не только. С начала этого года сотрудники бюро помогли 92 жителям нашей области. В течение дежурных суток регистратор бюро несчастных случаев вносит в базу данных информацию о неизвестных больных из медучреждений, а также о лицах, доставленных в приемник к распределитель, об административно арестованных. Кроме того, еженедельно проводится сверка с Карагандинским бюро судебно-медицинской экспертизы по неопознанным лицам. С начала 2014 года в бюро несчастных случаев поступило 92 обращения граждан о безвестном исчезновении родственников. Из них в 63 случаях пропавшие вернулись домой в тот же день и были сняты с учета. В 16 регистраторами бюро несчастных случаев установлено местонахождение разыскиваемых, а по остальным 13 заявлениям сотрудниками криминальной полиции были заведены разыскные дела. К примеру, в апреле 2014 года в бюро несчастных случаев поступил звонок о том, что якобы во время наводнения на реке Кокпекты погибли дети. При проверке было установлено, что их госпитализировали в городскую больницу номер один города Караганды. Сколько радости и облегчения принесло это сообщение родным. До 2007 года граждане сами обзванивали больницы, морги, отделы полиции по поиску своих пропавших родственников. В настоящее время нет необходимости гражданам самим обзыванием, все медорганизации, отделы полиции. Необходимо созвониться на телефон 42 95 95, где наши сотрудники БНС окажут первичную профессиональную помощь. И еще один пример. В июне поступило сообщение о том, что ушла из дома и не вернулась дочь. В ходе проверки медицинских учреждений было установлено, что разыскиваемая стала жертвой дорожно-транспортного происшествия и была доставлена каретой скорой помощи в больницу. Заявительница была немедленно уведомлена. Обо всех сообщениях в дежурные сутки регистратор бюро информирует сотрудников криминальной полиции, аппарата ДВД и территориальных ОВД. В случае внезапного исчезновения родственников, гражданам можно просто обратиться по телефону 42 95 95 и получить информацию. Режим работы круглосуточный. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206 49. Всего доброго. Аман Сауболнистар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин